добрый вечер уважаемые любители рок-музыки ну наконец-то лето опять вернулась в москву термометр показывает 30 градусов а уже 7 часов вечера и мы едем опять по прекрасному городу по нашей столице и приближаемся к проспекту мира а едем мы опять на один концерт одного очень интересного музыканта известнейшего кстати и зовут его александр маршал концерт будет проходить в нашем любимом ресторане сирена куда нас любезно приглашает и бронирует для нас самый лучший столик но уважают влачу ксд поймите вот вот я такой человек уважают меня везде куда я не приду только хейтеры меня не любят никак не могут полюбить ребята вы там бросать это дело плачу ксд надо любить и обожать и поклоняться его музыки ну вот едем мы значит на концерт александра маршала вы скажете так это же не рокер ну как же не рокер он же вспомните был в парке горького рокером самым настоящим это потом он стал шансон петь стал популярные песенки 5 месяцу попсовые эстрадные но до этого он был рокером поэтому я вкратце для тех кто не знает для молодежи расскажу кто такой александр маршал и чем его едят александр маршал это прекрасный музыкант который родом из краснодарского края он там родился аж в далеком 1957 году ровно 65 лет назад у него просто месяца был день рождения и там он и начал становиться как музыкант всем лет он же пошел музыкальную школу а в шестом классе он уже создал первую группу в школьную они уже даже играли каких-то танцах его приглашали на танцы играть на вот а в 15 лет он уже создал группу степняки в школе опять таки и они уже опять таки играли на танцах и на свадьбах а это уже говорит о мастерстве но на самом деле это такое классическое прохождение становления музыкантов те годы я просто вспоминаю свое детство у нас школе когда я учился у нас в классе было четыре барабанщика в классе 4 барабанщик они все играли в разных группах настолько были воодушевлены люди у тогда вот этим зарождающимся роком битлами там роллингами всем хотелось быть музыкантами это были герои нашего времени поэтому так такое типичное становление я тоже самое прошел в школе создавали первые ансамбли в 15 лет я уже играл на танцах в клубе в одном 16 уже играли на свадьбах в общем на проводах на украине любили на проводах играть на свадьбах это стоило дороже а провода стоили 100 120 рублей свадьба 200 в среднем в день вот поэтому это было нормально у меня одноклассник тоже барабанщик был он играл в другой группе они вообще были популярны очень мы там чуть позже начали так он у часть со мной в восьмом классе он отцу подарил мотоцикл за тысячу рублей тогда на зарплату инженера было 140 хайму декабь девать был хоть деньги пацан чему-то накопила отцу подарил мотоцикл у маршала такая типичная от судьба отец у него был военный кстати конструктор по моему летчик тоже и поэтому он пошел по стопам он поступил в ставропольское летное военное училище на штурмана но проучился там два года потому что сразу же с первого курса создает там ансамбль начинает играть и через два года учебы и службы и одновременно музицирование в этом ансамбле армейском он понял что музыка для него все-таки главное и уходит оттуда когда ты бросаешь училище тебя переводят в части в войсках и ты там дослуживаешь годик как положено у нас такие на корабле были которые бросали военное училище попадали на корабль еще дослуживали год вот и он точно также бросил военное училище отец его осуждал прекратила финансировать он год до служил а потом занимался музыкой где придется ну как положено в ресторанах на свадьбах он был бас-гитарист и уже где-то в 25 лет его пригласили поиграть какой-то московской группе но тоже кавер-группе по сути дела я не знаю название не скажу и он приехал и начал играть на басу в этой группе и несколько лет он играл по ресторанам уже восемьдесят седьмом году или восемьдесят шестом он попадает в мост концерт там тоже поиграет с разными группами и какими группами я перечислю аракс перегли мы здравствуй песня кстати интересно очень группа там очень многие наши музыканты поиграли мало кто знает а прекрасная группа это не рок-группа она такая эстрадная была группа мне очень мне очень нравилось как они пели там и расторгуев пел и мозаев по моему пел из морального кодекса вот и маршал поиграл в здравствуй песня и потом он попадает группу цветы к стасу нами ну хотя ракс тоже вами играли в центре стаса нами на зеленом театре и ему как-то опять таки везет стас нами в восемьдесят шестом году задумывает создать группу экспортную тогда из советского союза вообще мало кого выпускали за границу а чтобы музыкантов выпустили тот вообще нонсенс но стас нами задумал сделать экспортную группу почему потому что у него были хорошие связи и знакомства на западе его уважают и уважали и уважают до сих пор там он знаком сам со многими звездами с руководителей знаменитых лейблов record компании всяких поэтому он делает группу под названием парк горького потому что его центр стаса нами на находится в парке горького зеленом театре и в восемьдесят седьмом году уже отправляет и стас нами на в америку на гастроли и они думали там немножко по гастроли в месяца три на волне вот этой эйфории на западе и популярности от этой перестройки горбачев там даже фильм вышел парк горького поэтому это название было очень в точку то есть стас нами очень талантливый предприниматель и талантливый композитор и музыкант все вместе то есть бог если дает кому-то то все дает вот он их туда и отправил и они там внезапно начинают становиться популярными потому что стас нами на 5 таки обеспечил и и мы интервью у дона кинга у знаменитого и ведущего его американского поэтому не стали известными начали там гастролировать и уже оттуда не уезжали и этот парк горького там пробыл больше десяти лет более того у нас многие думают что у нас тут такие крутые музыканты там многие пытались гременщиков там на западе пластинки выпускать никому там русские не нужны парк горького добился считают очень высоких результатов каких вот их знаменитая песня bank это моя самая любимая кстати песню ее носков написал николай вокалист их она дошла до третьего места в хит-параде mtv в восемьдесят девятом году вот а их альбом горький парк первый альбом то же самое восемьдесят девятого по моему года он занял восьмидесятое место в billboard 200 там где альбомы позиционируются ежегодно восьмидесятое место это считается очень высоким достижением согласитесь дальше это смешно звучит восьмидесятое место считается высоким достижением ну потому что на западе там своих музыкантов хватает это шоу-бизнес чтобы кого-то там из россии пропускать такие чарты верхние позиции парк горького расслаивается уходит оттуда николай носков потому что там многие захотели остаться кидануть стаса нами на оставшиеся музыканты белов львов там еще кто-то играл носков же вернулся и потом вернулся и маршал и начал сольную карьеру и вот он сделал сольную карьеру уже здесь он сразу же поработал и у него сразу же первые песни первые альбомы он на себе очень серьезно заявил как сольный артист это было такое в яркое возвращение александр маршал на эстраду на нашу и здесь он уже обретает свое лицо он перестает подражать этим бон джови потому что парк горького это была подражательская группа они подражали бон джови дефлепан тогда вот эта музыка вот этот вот глэм современный глам-рок вот этот он был там очень популярен и поэтому не подражали вот этим бон джови в первую очередь а здесь он это дело прекращает и начинает вырабатывать собственный стиль и у него получился такой стиль я бы так сказал смесь такая что-то хорошее взял от рока что-то от эстрады что-то от шансона и на самом деле это очень оригинальный стиль именно стиль маршала вот подтверждение того что он сделал такую смесь говорит следующее что он за эти годы когда он соль на начал выступать он получил 15 премии радио шансон он получил четыре премии русского радио золотой граммофон это попсовики чистые там шансончик и здесь попсовики он получил две премии федеральной службы безопасности за военно-патриотические сборники ну вот поэтому такая вот смесь бардовской патриотической песни шансона рока вот но тем не менее это выработалась такой узнаваемый стиль александра маршала который на самом деле мне нравится мне приятно его слушать я хоть и любитель чистого стиля хард-рок но я отдаю себя должное оригинальным индивидуальным стилем таким как допустим розенбаум это просто оригинальный стиль его невозможно подогнать ни подо что так и маршал это собственный стиль маршала который очень хорошо узнаваем вот на выступление такого артиста мы едем он очень плодотворный еще к тому же артист он за годы своего сольного творчества я отбрасываю там парк горького он выпустил порядка там 20 альбомов и включая студийные живые альбомы десятки у него сингла вместе с другими известными артистами и попсовиками и рэперами со с разными то есть такой всеядный музыканду сказывается ресторан на свадебное прошлое когда играешь всех все что можешь это с одной стороны признак профессионализма но с другой стороны я все-таки сторонник чистых стилей так как есть поэтому очень производительное то же самое еще десятки клипов очень хороших и еще он ведущий теле ведущий на телеканале звезда он ведет там рубрику легенды армии интересно кстати очень ведет рассказывает его приятно слушать поэтому такая вот многосторонняя личность очень талантливый человек повторюсь я говорил про фасанами на что если бог что-то дает человеку тонует ему все такие маршалу бог дал очень многое и в том числе у него трое детей три жены было но это так и общие известные истории всякие поэтому дай бог ему здоровья я уверен что он сейчас продемонстрирует нам прекрасную музыку и сделают прекрасный вечер для любителей и его музыки вообще для любителей музыки хорошей спокойной музыки еще мне еще знаете что мне нравится его патриотическая позиция уважаемые любители рок-музыки но пока мы ехали сюда я вкратце вам рассказал кто такой александр маршал но не успел рассказать о том что он еще и заслуженный артист россии ему это звание присвоили 2007 году а также я вам не сказал что у нее есть еще и государственная награда а именно медаль ордена за заслуги перед отечеством второй степени которую ему вручили в 2017 году потому что он себя все время показывал как патриот и даже недавно я вам напомню наши многие артисты собрались и спели песню поддержку донбасса и там маршал принимал участие такой вот человек и я хочу вам рассказать какие песни меня впечатлили тогда когда он вернулся только из америки он сразу же сделал песню ливень прекрасная песня очень хорошая как тяжелая такая странно но тут сами тяжелая со звуками того рока которым он играл это было в девяносто девятом году потом он сделал песню в двухтысячном улетай а в 2001 белый пепел тоже прекрасная песня вот эти они меня песни потрясли потом я не следил за его творчеством но все время слышал что он выдает что-то новое какие-то сборники песен про войну я это все слушал но не так пристально и внимательно а вот этих три песни рекомендую всем послушать прекрасная песня какие-то я вас должен предупредить что я играю рок-музыку если вы видели что-то там из кремля но это когда по праздникам этот нужно а вообще то что мы будем играть сегодня это я этим занимаюсь всю жизнь я сегодня вам сыграю те песни которые мне дороги по разным причинам они были написаны в разное время и в разных ситуациях все прошел везде побывал видел то что никто не всех друзей и врагов среди вечных дорог он родной вспоминал Наталья Васильевна, ты где? С днем рождения, дорогая! Здоровья тебе! С счастьем и успехом Боевой бразильской благотовки! Спасибо! Здорово, братан! Ты как? Здорово! Котичку выпил уже, нет? Или ты не пьешь? Чуть-чуть для храбрости, да, потому что немножко, как он говорит, волнуюсь, да? А волнуюсь я знаете почему? Потому что у моей дорогой мамы, у Натальи Васильевны, сегодня тот самый день! День рождения! Давайте вместе похлопаем ей! Аплодисменты, Наталья Васильевна! Аплодисменты, Наталья Васильевна! Давайте пуповенье пообудем! Если бы вы знали, насколько это стрёмно, видеть всё это... Я мужики не советую, клянусь вам, потому что это уже... Вот, мы исполним песню, она такая очень серьёзная, и Артём мне в этом поможет. Поехали! И вера уходит за край Посмотри, что случилось, и что будет с нами к утру Как бы рассказать, Нужно строк прочесть О зонах любви Наглую вылезть Я написал песню, которая называется «Голливуд отдохнёт» Воспесенье дома Утренняя дрема Хочется поспать, но против лома нет приёма Некогда моляться, надо просыпаться Чтоб на родном месте со своей не разругаться О том, что есть счастливый край, в котором жизнь не жизнь, а рай Там нет ни слёз, ни бедни вон А в небе чистому, как лазун Надо чертами в рек и сёл Парит, парит степной орёл И самое главное, знаете, что я понял с возрастом? Не забыть слова Особенно после этой пандемии, я не знаю, у вас такое было или нет Когда раз, и вдруг забыл, да? А я там пишу стихи свои, и вдруг строчка пришла в голову Звонит телефон, бах, пять минут, и ты всё Ты уже не тот, который был ранее Может, это деменция? Смотрите, есть на эту тему хороший стих Моего хорошего друга, господина Губермана Вы знаете, это было? Попрощалась навеки потенция О, Господи, простите Зубы, волосы, пламенный пыл Хорошо хоть осталась деменция Обосстался и тут же забыл Простите, есть песни Поэтому всё, что не делается, всё к лучшему Аплодисменты Юрий Себёнович, какая вам разница? Неужто нельзя было дольше пожить? Ведь нам с этой жизнью одни трудно справиться Но разве что взять и о ней позабыть А как тут забудешь, когда всё по-прежнему? Мы так же грязёмся, воруем и пьём Может быть, в моей судьбе бродячей Может быть, могло быть всё иначе Может быть, я шёл дорогой не той Аплодисменты Мамы в китчин Пикки-фокки-пэк Папас в ливень-рум В мисс-эпэр-эпэк Боли лайм и не пэппи Покли земли Костёпок света Что сквозь небо мерцают сны Вы уже убедились, что это очень сильные музыканты И самое главное, очень приличные люди По правой стороне от меня Очень скромный человек Кроме самогона ничего не пьёт Мало того самого делает Ну, в хорошем смысле этого слова Вот, это Женя Бондаренко Это вот наш гитарист Ещё один не менее скромный человек Вот, я не знаю, а ты самогон пьёшь? Спросил я у кого, что я спросил, совсем что ли? Это ещё один такой скромный человек Но тоже потрясающий гитарист Поэтому я бы хотел, чтобы вы ему тоже поаплодировали Это Дима Андреан Клавишный инструмент, это вообще особая история Вот, Илюх, сколько? В каком поколении? В двойном В двойном поколении Это на полном серьёзе, я вам говорю Его пра-пра Получается, прадед Был известный художник Васнецов А это Илья Васнецов Его пра-пра-прав Простоящий Правда, рисует не так, как прадед, да? Чуть похуже Я себе прислал, хорошо, у меня бы не работал Извините, пожалуйста Ну и наш замечательный барабанщик Он наверняка вам понравился Ну, просто жаль, мало времени А он обычно выходит к стойке Садится за стол Выпивает стакан Потом опять прыгает за барабаны Чего? Делает сальто Да, делает сальто Ну, много чего делает Иногда переходит рамки Но мы его быстро отдёргиваем Говорим, здесь нельзя, туалет за сценой Ты почему это сейчас собрался делать? Ну, в хорошем смысле это слово Понимаешь? Саша Карпухин Барабаны Ударный инструмент Вот, и ещё у нас есть один член нашего коллектива Который является больше работником Невидимого, а слышимый МАБА Это наш звукорежиссёр Дима Кродов Вот там он сидит за До седьмого-то много лет работаем Бывает на каком фильме работаем Звук хороший Потому что он знает, что делает Разговор не снова, не о чём Когда-то в старые добрые времена Советской России Нашей родине Нам, исполнителям рок-музыки, было запрещено очень многое То есть нам стрелили волосы Я работал в группе «Аракс» У нас десять раз принимали программу в Министерство культуры и не приняли Потому что сказали советской молодёжи Это не надо Друга соседа, что со стенкою живёт Друга музыка запретная, алё Друга музыка запретная, алё МОСКАЛ КОЛОВА МОСКАЛ КОЛОВА МОСКАЛ КОЛОВА Уважаемый любитель рок-музыки Ну вот концерт Александра Маршалла завершился В ресторане «Сирена» Откуда доносятся чарующие звуки диск «Джокея» Ну что хочу сказать Конечно же мы получили удовольствие от этого концерта От этого экскурса в историю нашей музыки Сначала Александр Маршалл отрёкся от кремлёвской музыки Сказал, вы не путайте Вот там я пою для Кремля Всякие там песни патриотические А сейчас я буду петь рок-н-роллы И начал он с классического хард-рока 70-х годов Такие песенки в этой стилистике Потом он сделал несколько интересных вещей Папури каких? Он спел песню Супер Макс Тел Мю Вай На языке оригинала Неплохо спел, хорошо Потом сделал Папури Он такую песню спел Рок-н-ролл собственного сочинения В котором вставил несколько Такой в стилистике Папури Он вставил Пола Маккартни Облади-облада Он вставил туда Беккенблэк Эси Диси И завершил потом опять своим рок-н-роллом Неплохо Вот Поэтому такой вот экскурс Будем ворит в историю Русской и советской музыки В том числе Он спел несколько песен Из Парка Горького Это Бэнг И это Москва Каллин Эти песни спел Ну и спел он свои Те песни, которые я Когда мы ехали на концерт Я сказал Что он выработал свой собственный стиль Такой знаете Эстрадный Но в то же самое время Роковый такой стиль И вот эти песни Они звучали лучше всех Они звучали очень современно Это Ливень Это Белый пепел Это Отпускаю И это Орел Вот как бы это было не парадоксально Хотя этим песням по 20 и больше лет Они звучали очень современно Все остальные Они звучали как Ретроспектива в рок-музыку Вот Поэтому я делаю выводы Что нужно делать собственную музыку Создавать собственный стиль Он всегда будет современен А когда ты начинаешь играть как Бон Джови Или еще как-нибудь там Изи Диси То ты автоматически становишься устаревшим Ну и помимо ретроспективы Он представил публике собственного сына Артема Который выше его ростом А я напомню У Александра Маршала Рост 193 сантиметра А сынок повыше будет И я вам хочу сказать Он в песне Moscow Calling Очень неплохо таки зачитал В куплете рэпик Мне понравилось Очень ритмично Очень хорошо сделал Ну вот Поэтому есть перспектива у паренька И одновременно он поздравил С днем рождения Свою незабвенную супругу Которая по совместительству Является директором их группы И что я хочу отметить Интеллигентное поведение на сцене Александра Маршала Без всякого мата И второе Что мне понравилось Потому что многие Многие музыканты Становясь звездами Они забывают про своих музыкантов Даже представить их Вот мы вчера были на концерте Сироткина Он даже не представил музыкантов А до этого были На концерте там Ногу свело Еще до операции Специальной военной То же самое Как будто это не люди А тут он четко представил Каждого музыканта С юмором В том числе и звукорежиссера И своего директора По совместительству с женой Поэтому такое поведение на сцене Вызывает уважение Поэтому мы получили удовольствие От концерта От прекрасного настроения Которого он умеет создавать Очень дружелюбное Очень благожелательное И публика была довольна Подпевали Подтанцовывали Мы получили удовольствие Опять-таки благодарим Александра Маршала За прекрасный концерт Мысли вслух Точные и честные Мысли вслух О том, о сём Интересны Мысли, если Сказаны Малышуком Малышуком Малышуком